Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и небольшой анонс о самом важном. Первое, второе и компот. Как должны питаться дети в школах? Вопрос обсуждался в общественной палате Дагестана. Еще больше докторов исламских наук. На базе университета имени Мухаммада Арифа прошла защита диссертаций в области религиозных знаний. Дагестанка вышла в финал чемпионата России по боксу, проходящего в Челябинске. Подробности в спортивном блоке. На удаленку из-за ОРВИ и гриппа некоторые дагестанские школы перешли на дистанционный формат обучения. Причиной тому стало резкое число заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Несколько классов перешли на такой формат обучения в Каспийске, Махачкале и Буйнакске. В Миноборнауке сообщили, что такие вынужденные меры приняты в 13 школах. Причиной резкого роста заболеваемости, по мнению врачей-специалистов, могло стать и поведение родителей, которые выступают против вакцинации детей от гриппа и ОРВИ. Вопрос организации бесплатного горячего питания в школах республики обсуждался на заседании Общественной палаты Дагестана. Во всех учебных заведениях региона была создана экспертная рабочая группа, которая в течение года проводила мониторинг. В задачи проверяющих входил контроль выполнения санитарно-эпидемиологических требований и других вопросов. Чем кормят в школьных столовых, проверила и Асель Манапова. Ей слово. Столовая 9-го столичного лицея. Сегодня школьное меню – гороховый суп и запеченная рыба с рисом. Плюс компоты сладости. Мне очень нравится гороховый суп. Кормят тут очень сытно. Еще тут есть различные фрукты, овощи. Например, из фруктов тут бананы, яблоки и еще различные фрукты. Мне очень нравится, как здесь кормят. Особенно мне нравится больше. Здесь очень вкусная еда. Я очень люблю ее кушать. От разницы с едой и дома здесь нет. Дают нам очень много здесь сладостей, фруктов. Очень вкусная каша и супы. Разницы от домашней еды и школьной нет. Но мне здесь тоже нравится кушать, потому что я с подружками здесь. Школьное питание – вопрос всегда актуальный и зачастую болезненный. С одной стороны, всем очевидно, что еда в столовой должна соответствовать принципам здорового питания, быть полезной и покрывать потребности растущего детского организма. С другой – она должна быть вкусной и аппетитной. Нравится детям. А с третьей – вписываться в бюджет. Все эти вопросы были рассмотрены на заседании общественной палаты. Экспертная рабочая группа выяснила состояние организации «Горячее питание» в школах республики. Организация «Горячее питание» в учреждениях образования изменилась в сторону его улучшения. Разработана и размещена на сайтах образовательных учреждений нормативно-правовая документация по организации питания в соответствии с требованиями САНКИ. Обеспечен 100% охват горячего питания учащихся 1-4 классов учреждений республики. Увеличен объем выделяемых средств на питание одного учащихся от 1 до 61 рубля. Проверка выявила, что существенных проблем с обеспечением учеников младших классов горячим питанием нет. Непосредственно рацион в школах не вызвал нареканий. График питания составлен с учетом наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой. Только вот полноценные и соответствующие САНКИ на пищеблоке пока есть не везде. На заседании также был озвучен вопрос цен на продукты питания. В связи с подорожанием продуктов питания, так это будет сказываться на той сумме, которая выделяется на, скажем так, на обеспечение питания одного ребенка. Потому что сегодня это 61 рубль, а продукты подорожали. И тем не менее нам надо укладываться и в эти, как бы, и в калорийное, как бы, обеспечение питания. И тот же состав продуктов, поэтому будет ли рассматриваться вопрос цен на положение соответственно. Активисты и общественные палаты зафиксировали все озвученные проблемы. По итогам заседания было принято решение и дальше держать вопрос организации школьного питания на особом контроле. Асель Манаполонур Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Дагестанские специалисты по IT-технологиям отличились на Хакатоне в Москве. Молодые специалисты предлагали разные способы оптимизации бизнеса процессов. Конкурс проходил в двух номинациях. Команда под руководством Саида Джамалудинова выиграла специальный приз жюри в размере 100 тысяч рублей. Дагестанка Мака Кибедова стала лауреатом премии Fashion Awards. В Москве прошел финал международного конкурса молодых модельеров. В одном из самых масштабных фэшн-проектов страны принял участие и дагестанский дизайнер. В рамках проекта на премию Fashion Awards девушка представила публике свой бренд Anako. Коллекция Маки Кибедовой была выполнена в вечернем и повседневном стиле. И отличалась тем, что все луки были выполнены скромно и в комбинации с платком. Натуральные ткани и необычный дизайн придали грациозность образом. Дизайнеру уделило внимание каждой детали. И с брендом Anako невозможно остаться незамеченной, считает модельер. В Дагестане стало больше докторов исламских наук. На базе университета имени Мухаммада Арифа пять соискателей защитили диссертации в области религиозных знаний. Их оценивали как местные ученые-эксперты, так и богословы из арабских стран. Подробнее в сюжете Хамзен Нурмагомедова. Десятки лет обучения и сотни прочитанных книг. Четыре богослова, известных религиозных деятелей республики, выступили перед экспертами, защищая научные диссертации. Каждый соискатель мил в свою область исследования, будь это вероубеждение, хадисы, юриспруденция и другие направления. Сегодня мы проходим второй этап в защите докторской диссертации. Все эти годы не сказал бы, что это было легко до этого дойти. Но это, надо сказать, конечно, в этом по честь заслуги муфти нашей республики, что он от себя лично проконтролирует направление. И вот на сегодняшний день мы, как бы уже на другом совершенном уровне, можно сказать, сегодня мы уже принимаем защиты этих степеней доктором исламских наук. Первым ученым-богословом, защитившим докторскую диссертацию, в этом году стал Мухаммад Магомедов из Кахиба. Он уже 25 лет изучает исламские науки. Окончил Дагестанский исламский университет более 10 лет, занимается как преподавательской, так и общественной деятельностью. Свою научную работу он представил на арабском и русском языке по теме исследования времени наступления намазов в Дагестане. Но с 2012 года, после того, как муфти республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди, поручил плотную заняться именно исследованием времен намазов, на основе визуального наблюдения, прибегая, скажем, к теоретическим определениям времен намазов в упомянутых шариатских книгах, мы с тех пор начали более плотно изучать именно эту тему, отдались изучению времен намазов, провели отдельное исследование. Это то, что нам пришлось отдельно изучить, скажем, тему астрономии, физики, движения небесных тел, так как с этим связаны математические расчеты наступления времен намаза. А вторая сложность была в искании, скажем, рукописей наших ученых Дагестанов, так как они не были большинство изданы, а в тех фетвах, которые изданы, были всего лишь ссылки на определенные, скажем, фетвы или же суждения ученых, и нам приходилось искать уже первые источники, чтобы более расширенно понять суть вопроса, который излагает тот или иной ученый. Нам удалось, можно сказать, объединить большинство мечетей нашей республики в том едином Рузнама, который разработала Муфтиат Дагестана. Разработала она Рузнама для каждого района отдельно, соответствующие их координатам. Помимо Мухаммада Магомедова, докторские диссертации защитили Абдулла Ацаев из Черкея, Мухаммад Магомедов из Урма и Арсен Магомедов из Усиша. Их оценивали как эксперты республиканского уровня, так и исламские ученые арабских стран. Республика остро нуждается в инженерах и новаторах. В Дагестанском техническом университете обсудили развитие экономики региона. Его участники рассмотрели вопросы взаимодействия науки, образования и производства в республике. В конференции приняли участие руководство вуза, а также представители профильных предприятий и организаций. Особое внимание было уделено проблемам развития инженерного образования. Сегодня мы обсуждаем, как прийти к общему знаменателю, чтобы мы получали по окончанию вузов высококвалифицированных специалистов. Сегодня обсуждаются вопросы, начиная в школах, подготовка ЕГЭ, открытие специализированных школ. Наши преподаватели университетов проводят субботние лектории в рамках данного направления. Сегодня мы ежегодно проводим эти круглые столы. По результатам этих круглых столов мы направляем соответствующие министерства и ведомства наши предложения, в каком направлении нам двигаться. День Чабана отметили в Гунипском районе. Мероприятие прошло в рамках празднования 90-летия одной из местных агрофирм. До начала торжественной части гости побывали на животноводческих объектах хозяйства, где с 2018 года специалистами проводится работа по улучшению мясных и шерстных качеств дагестанской горной породы овец с использованием баранов, производителей породы российский мясной меринос. Далее в актовом зале местной школы прошло чествование виновников торжества, чабанов, отличившихся овцеводов, а также ветеранов отрасли отметили наградами главы Республики Дагестан, почетными грамотами Минсельхозпрода региона и администрации Гунипского района. Стоматологи Республиканской поликлиники провели прием пациентов не как обычно у себя в кабинетах. На этот раз они осмотрели спортсменов с ограниченными физическими возможностями в школе по адаптивным видам. Стоматологами Республиканской поликлиники активно реализуется социальное направление оказания квалифицированной стоматологической помощи для граждан с определенными ограничениями здоровья или жизненными трудностями. С этой целью периодически проводятся акции по оказанию помощи, в том числе и с выездом на дом, к малообеспеченным пациентам. К медикам присоединился и депутат Государственной Думы Артем Бичаев. Он передал жильцам спортшколы фрукты и пожелал дальнейших спортивных побед. Федерация самбо Дагестана премьеровала победителей чемпионата мира. Награждение прошло в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Руководитель организации Руслан Рожабов поздравил спортсменов с завоеванными титулами и вручил им денежное поощрение. Напомним, что в ноябре на международных соревнованиях в Ташкенте награды высшей пробы выиграли двое махачкалинцев. Это представители спортшколы имени Ахмедова Расул Гасанханов и Расул Магомедов. Самбисты и их наставник Зайнулав Гасанханов также были отмечены благодарственными грамотами. Здесь же прошло совещание тренеров федерации, где были обсуждены вопросы поездки на чемпионаты СКФО и России следующего сезона. Мы сегодня собрались в первую очередь для того, чтобы поздравить наших чемпионов мира по боевому самбо. Нас поддержал нашу инициативу Хабиб Нурмагомедов, от себя премировал наших чемпионов мира. Ему за что большое спасибо всегда поддерживает наших самбистов. Саадат Далгатова вышла в финал чемпионата России по боксу, проходящего в Челябинске. Дагестанская спортсменка выступает в весе до 66 килограмм. В полуфинале Далгатова единогласным решением судей одолела Азалию Аминеву из Башкирии. Отметим, что воспитанница Каспийской школы бокса участвовала этим летом на Олимпиаде. До этого она шесть раз выигрывала чемпионат страны. В финале она встретится с москвичкой Анастасией Эсман. Поединок за золото пройдет завтра. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите наши новости. Не переключайтесь, до здания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова